МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы можете сесть, причем надолго. Но если вы нам скажете имя, это может смягчить вашу вину. Вы понимаете, что молчание играет против вас? У нас есть доказательства, у нас есть показания ваших сообщников. Они уже во всем признались. Тут не курят. Что? Нет, я не курю. Ну что вы мне сказать, новостей нет, во всяком случае, хороших. Связки у нее в порядке, реакции тоже. Мы это называем психогенным мутизмом. Реакция на стресс, понимаете? Тут остается только ждать. Всего доброго. Молчит. Ничего не говорит. Молчит. Николай Петрович. Не люблю, когда молчат. У тебя руки в крови. Ага, по локоть. Шершнев, расфигачил руку о стену. Не жалеешь, что пошла к нам? Чего вдруг? Ну, ты девушка, а у нас кровь, убийство. Насилие в сущности людей. Кто сказал? Мухаммад ибн Алиас Самарканди еще в 12 веке. Очень правильно сказал. Поехали, у нас убийство. Не топчи там. Сегодня днем в районе улицы Дамбовая было обнаружено тело убитого мужчины. Страшную находку сделал один из местных жителей. По его словам, убитый Тимур Ковалев был его соседом. Более подробную информацию мы попытаемся выяснить у следователя убойного отдела капитана Шершнева. Капитан, что вы можете сказать по поводу этого убийства? Убийство в сущности людей. Что? Это еще в 12 веке сказал этот. Как его? Мухаммад ибн Алиас Самарканди. Ну, вот он самый. Видимо, с 12 века ничего не изменилось. Во всяком случае, в нашем городе. Все, не мешайте работать. У нас еще есть несколько вопросов, капитан. Капитан, одну. Я тоже тебя люблю, дочка. Матвиенко Александра. Резникова Алла. Нет ее. А Липовецкая тоже нет? Интересно, где их обеих носят? Дударь Тарас. Явился все-таки. Квасова. Ну, что ты за Катерина спряталась? Поднимись. Тарасчук. Хорошо. Шершнева Виктория. Опять нет, что ли? Да вон же она. Шершнева! Я ведь это, как лучше хотел. Шершнева! Я этого так не оставлю. Марш, класс! Вот, я вам установила онлайн-банкинг. В следующий раз можете сами переводить. Следы снял? Да. Тогда поехали отсюда. А ты куда? Иди опроси соседей. Красавчик! Постой, постой! Давай, давай! Сюда! О, вон она, смотри! Прям Чарли Чаппу. Опа! Сюда, сюда, встань! Оп! Постой, побочек! Лови! Срать, отбирай! Лови, лови! Давай! Смотрите, комикс! Ты еще заплачешь? Сюда, давай! А ты скажи! Ну отдай, пожалуйста! Че тебе стоит? Иди супермена позови! Он тебе поможет! Вот и супермен! Подними! Меня Игорь зовут. А тебя как? Да никак ее не зовут. Немая она. Еще год тому назад как заткнулась. Сейчас ты у меня заткнешься. Тетрадь дай. Все, свободны. Концерт окончен. Так как тебя все-таки зовут? Вика, да? Коля, а что ты Киру все время шпыняешь? Он спит. Да он и с открытыми глазами не видит. Какими глазами она на него смотрит? Николай Петрович, приехали! Точно приехали. Дальше уже некуда. Классно рисуешь. Прямо как рассказываешь. Вот ты где! Шершнева! К директору! Быстро! За что ее? Коротков, вот это абсолютно тебя не касается. Без тебя разберемся. Виктория, шевелись! Виктория, шевелись! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пал Палыч! Да? Сил моих больше нет. Поговорите с ней. Вы свободны мне не сильно. Вика... Ну и что мне с тобой делать? Вика, скажи, так больше продолжаться не может. Ты же понимаешь это? Год был очень сложный, мы старались. Пытались войти в положение. Надеюсь, в школе никаких претензий нет. Вика, а с кем я сейчас разговариваю? Ты не можешь говорить, но это не значит, что ты глухая. Ты просто не хочешь меня услышать. Ну что ж, думаю, нам нужна будет помощь. Следы совпадают с обувью убитого. Соседи говорят, что у убитого был конфликт с Юрченко из соседнего подъезда. Якобы Ковалев приставал к его жене, и Юрченко их застукал. Шершеля фам, так говорят в этих твоих, как их? В статусах. Ну, а в этих твоих статусах не написано, почему следы Ковалева отпечатались на земле, а следы убийцы нет? Умеющий ходить не оставляет следов. Дао Дэдзин. Ну, вот возьми этого Дэдзина, найди и допроси Юрченко. Шершнев. Хорошо, сейчас приеду. Алексей, мне надо ехать. Вика, дочка в школе. Ну, короче, опять. У нас труп. Подросток, похоже, самоубийство. Больше не к кому поехать? Вы дежурный. Ладно, поехали. А ты куда? Найди этого. Юрченко. Ну, не Дэдзина же. Чего? Товарищ капитан. Хорошо, что уже убрали людей. Ну, следов борьбы пока не вижу. Похоже, сам Лет шестнадцать, не больше Что это? Не знаю Чего же им не хватает? Им? Ну, подросткам Да того же, чего и нам, взрослым Просто они еще не привыкли с этим справляться А чего нам всем не хватает? Ну, не хватает внимания А вам терпение Врача! Давай под язык Давай Возьмите Дальше без меня Да, прямо на пожарной лестнице Здравствуйте И до свидания Простите, а вы отец, ее Николай Петрович Я вам звонила, дважды Я думаю, пора определять девочку в специальный интернат Вы же знаете, что я мент Да, и что? Я сейчас подброшу вам наркотики Арестую И вы получите лет семь, если повезет Но... А не повезет десять Надежда Игоревна, я свои обязанности выполнила Жду вашего заключения Очень жду Я не сделаю ничего плохого у вашей девочки Я просто хочу пообщаться с ней и с вами Общайтесь Вика, подожди папу на улице Ты очень красиво рисуешь Ни в какой интернат отправлять Вику я не буду А вы действительно мент? Да И что на самом деле вы могли подбросить учительницу? А вы что, сериалы про ментов не смотрите? Да я нет А вот эта учительница похожа, смотри Вы можете объяснить, что происходит с Викой? Определить причины аутизма у детей довольно сложно Наиболее подвержены такому состоянию дошкольники Или дети младшего школьного возраста Ее уже четырнадцать Исключения всегда встречаются Нарушения речи могут возникать на фоне имеющихся психопатологических отклонений Таких, как аутизм у детей, задержка развития, депрессия Я знаю, что подобных патологий у Вики нет Но мы должны учитывать индивидуальные особенности характера девочки Может быть, наследственная предрасположенность Особенности отношений в семье Неправильный метод воспитания Нужно также учитывать фактор возможного стресса Или сильного эмоционального потрясения Я знаю, что у вас особое семейное обстоятельство Я могу спросить, где мама девочки? Она бросила ее Еще вопросы? Мне сказали, что Вика внезапно замолчала всего год назад Что тогда случилось? Это и случилось Мне пора А вы часто разговариваете с Викой? Как? Она молчит, вы понимаете? Молчит, как мне с ней разговаривать, если она со мной не разговаривает? Да Она молчит А вы говорите Интересуйтесь, как у нее дела Рассказывайте о себе Ей это очень нужно, поверьте мне И еще Не пытайтесь изменить прошлое Лучше приложить все усилия, чтобы не испортить будущее Кто это сказал? Ведь моя Звучит, как этот Статус в соцсетях Николай Петрович Если понадобится моя помощь Вы звоните в любое время Что случилось? Самоубийство Ну вот я знаю, а с Шершневым что случилось? Да сорвался Бежал куда-то А ты что здесь делаешь? Я только начала допрос Юрченко А Шершнев позвонил, сказал, чтобы я срочно ехала сюда Это он Да, слушаю Добралась? Да, на месте Ну что, точно самоубийство? Точно самоубийство Да, Леша, записку нашел Ты видела там на руке? Кот вырезан Проверь, что это за синий кот Синий кот? Поняла, поищу Сворачиваемся Покажи Ладно, потом Поехали домой Как дела? А подробнее? Супер Знаешь, наверное, я и сам уже разучился нормально общаться Работа такая Отвыкаешь от сантиментов А иногда бывает вообще такое, что Сам бы с удовольствием замолчал Паренек сегодня Такой, как ты С крыши прыгнул Насмерть Вик Знаешь, вот что бы там ни было Давай не будем пытаться исправить прошлое Это невозможно Давай попытаемся не испортить будущее Понимаешь? Садись Садись, садись Ты хотел мороженого, да? Без учебы и труда не придет на стол еда А у нас своим нельзя Шершнев Капитан, что вы можете сказать по поводу этого убийства? Убийство в сущности людей Вика, мы уходим Ой, товарищ капитан Я же вам сейчас и блюдечко, и ложечки принесу, хорошо? Ой, ну что же, а то я Товарищ капитан, оставайтесь У нас очень уютно, очень А как же это вы Ой, же я автограф не взяла, ну? То, что ты сейчас видела, там произошло убийство Убили человека, там проломили голову чем-то тяжелым Знаешь, что самое интересное, то что Следы убитого на земле есть А следов убийцы нет Умеющий ходить не оставляет следов Это не я сказал, это еще один человек Вика, а мне надо сейчас на работу Ну, я обещаю, я ненадолго Я быстро вернусь Ну, мне действительно надо Но зато, когда я вернусь Мы с тобой съедим всю эту гору мороженого Вдвоем На ужин Что это? Галерея смертей Я проверила знак, про который вы говорили Синий кот Пробила по базе архивные дела по городу за последний год И оказалось, что Синий кот был на руке Еще у нескольких подростков, которые покончили с собой Виктор Ищенко бросился с моста Марина Ткачук Наглоталась таблеток Это наш сегодняшний Ваня А сколько всего? Пятину, это пока то, что мне удалось найти Двоих удалось спасти, когда они наглотались таблеток Это что, мода такая? Нет, ими всеми кто-то управляет Они называют его куратор Откуда ты знаешь? Я взломала страничку Вани Там была переписка с куратором Понимаю, что это незаконно, но... Правильно сделал Показывай ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сначала куратор попросил Ваню рассказать о том, чем он не может поделиться с мамой Ваня несколько дней отказывался А затем написал Мне очень нравится одна девочка из нашего класса Но она совсем не замечает меня Обычная чушь малолетки Да, потом они неделю говорили о том, что мир несправедлив Тоже мне новость, что дальше? А потом куратор попросил нарисовать Ваню синего кота Зачем? Я не знаю, но потом он приказал вырезать этого кота ножом на руке Что дальше? Ну, дальше вы все видели Он, этот куратор Просто убил этого пацана? По переписке они даже никогда не виделись Адреса есть? Какие адреса? Тех детей, которые пытались смирить, наложили Да, но только один Вторая семья переехала в другой город Поехали Тех детей, которые пытались смирить Я повторяю еще раз Он ни с кем не будет говорить Поймите, он даже с нами не хочет разговаривать Он весь день сидит и смотрит в одну точку Он не хочет ни есть, ни пить И, извините, мы не можем его надолго оставить одного Скажи, ты можешь отследить этого куратора? Ну, я создала фейковый аккаунт Отправила запрос в группу А по-человечески? Я создала страничку у юной девушки Написала, что влюблена в мужчину старше себя Он меня не замечает, я страдаю и уже на грани Ну и чего? Ну, пока ничего Видимо, моя любовная трагедия не для всех очевидна Куратор не принял мой запрос Так ты можешь его как-то отследить? Я же говорю, я пытаюсь Его пока нет в сети Как только появится, я постараюсь определить его айп-адрес И потом... Просто найди его Слушай А у Вики, наверное, тоже есть этот самый аккаунт? Конечно Сейчас у всех есть Ну, кроме вас Ты можешь его посмотреть? Взломать? Да Нет, это незаконно И неправильно Вика Давай, Вика, возьми трубку, пожалуйста Черт Маша, это Николай Петрович, отец Вики Шершневой Здравствуйте Извини, что разбудил Скажи, Вика, случайно не у тебя? Нет, я не знаю Вы же дружили Мы сейчас не очень дружим А, понятно Давно не общаетесь? Но она же не говорит Как с ней общаться? Скажи, а ты случайно не знаешь, у кого она сейчас может быть? С кем она сейчас дружит? Я точно не знаю Позвоните нашей классной А, понятно Ну, ладно, извини До свидания Яна? Нет, это ее мама Извините, это отец Вики Шершневой Одноклассницы вашей дочери Поздновато Да, да, я знаю, который час я смотрел на часы Простите, что так поздно У меня дочь пропала Спросите, пожалуйста, Яна может знать, где она может быть? Яна давно в постели Да, ясно, извините, спасибо Да, не за что Алло Сейчас К вам К вам домой? Да, конечно, я могу Николай Петрович Скажи, ты убегал из дома? Сто раз Вика? Да А подругам звонили? Да нет у нее подруг Ну, тогда в скорую Алло, со справочной скорой соедините К вам поступала девочка 14 лет, 160 сантиметров Русские волосы, глаза зеленые Николай Петрович, а у Вики есть ноут или планшет? Только он запаролен Нет, слава Богу Скорая помощь исключается Ну, вы заявляйте в розыск На всякий случай Вы так не паникуйте Я в ее возрасте такое вытворяла До сих пор перед родителями стыдно Дежурный Старший лейтенант Воронцов Воронцов, это Шершнев Слушаю, товарищ капитан У меня дочь пропала Николай Петрович Я, конечно, приму заявление Но может, вы сначала в больнице Уже Звонил справочную скорой А это справочная Моргов Моргов Алло, товарищ капитан Алло, единая справочная Моргов Николай Петрович С тобой здорово Даже не напрягает, что ты молчишь все время Я вот на саксе играю А музыка, она и без слов понятна Слова, они вообще лишние Вообще ни о чем Ты где была Ты где была, говори Она не может А ты вообще кто такой Николай Петрович Не надо Домой быстро Домой, я сказал Только не надо цитировать великих, пожалуйста Ты в порядке? Да, жить буду Вика, открой дверь Вика, надо поговорить Николай Петрович, не надо Дай закурить Я не курю Да, я тоже Вам нужно оставить Вику в покое Хотя бы до завтра Ты можешь объяснить, что с ней такое? Все просто Она влюбилась Влюбилась Она просто дура Если девушка выглядит как дура Значит, она влюбилась Или она дура Но Вика точно не дура А у тебя С тобой было такое? Конечно И это нормально Странно, когда этого не происходит А что было у тебя? Из меня было лоскутное одеяло Сшито, черти как И чтобы вернуть все обратно Нужно было распорвать швы Долго и кропотливо А потом? А потом Я надеялась Когда уже смогла надеяться Что больше никогда не буду дурой Не получилось И что мне делать? Не знаю Хотя нет, знаю Вы можете сделать две вещи Извиниться и любить ее Причем извиняться не обязательно А вы видели? Не видел Как всегда Что? Ваша дочь Она замечательно рисует И мыслит Надо обязательно проверить крышу Спокойной ночи Спокойной ночи ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Эт, вон ты еще спишь Я пытался приготовить мешочек, как ты любишь Но не уверен, что получилось Ты что-то ищешь? Блокнот Вон на диване Тебе молоко в хлопья холодное или погореть? Что, совсем ничего? Яблоко возьмешь? Подожди, я тебе бутерброды сделаю Ты уже в школу? Подожди Да, я погорячился вчера Прости Но ты должна меня понять Я испугался Вокруг гибнут дети А ты ведешь себя С этой минуты Обещай Ты предупреждаешь меня О всех своих планах И передвижениях Это понятно? Я хочу услышать Да Здравствуйте Здравствуйте Утренняя пробежка делает ваш день лучше Потому что ничего хуже с вами все равно уже не случится Ну что, рассказывайте, что у вас случилось После встречи с вами мне показалось Что Вика наконец начала меня слышать И даже вот-вот заговорит со мной Так, хорошо А потом что-то пошло не так? Потом она ушла гулять с мальчиком На всю ночь И ничего мне об этом не сказала Ну, в смысле, никак не предупредила меня Ни смс-кой, ни запиской Я вернулся домой А там пусто, темно И шарики Шарики? Шарики? Я сказал шарики Нет Я хотел сказать, что Когда она вернулась Я сорвался на нее Вы ударили? Его ударил На нее накричал Ну, вы не пробовали как-то с ней помириться? Пробовала, но получилось И где сейчас Вика? В школе Ну, вот Собственно, как бы Моя берлога Извини Присаживайся Я предлагаю Встретиться нам всем втроем И поговорить Вы серьезно? Поговорить? Да Поговорить Вик Я Это ерунда Не переживай Ты сама-то как? Знаешь Я думал Что твой отец Вообще Теперь тебя Из дома Не выпустит Я тебя Не увижу Я тебя Шершнев. Николай Петрович, я нашла. На трубе явные следы от веревки. Вика сто пудов была права. Вызывай экспертов. Угу. Спасибо тебе, Кира. И за вчера, и за сегодня. Я вообще, чтобы я без тебя делала. Николай, если вы хотите, чтобы я была вам полезной, вы должны быть со мной откровенны, а вы все время что-то не договариваете. Вчера, когда Вика была у меня, я ее попросила нарисовать то, что пугает ее больше всего в жизни. Знаете, что она нарисовала? Шарики. И вы тоже только что напоминали о шариках. Помните, вы вчера спрашивали о событии, которое произошло год назад? Оно произошло в день ее рождения. Мать Вики оставила ее в день ее рождения. Там было очень много шариков. Вот с тех пор Вика ни с кем не разговаривает. Вообще ни с кем, кто ее окружает. Шершнев. Что еще? Я его вычислила, куратора. Еду к нему. Скидывай адрес. Сама ничего не делай. Я сейчас приеду. Вы мне извините, мне нужно бежать. Мы потом договорим. Втроем. Уверена? Да. А ордер? Это здесь? Вот это дверь. А ордер? Вика? Что вы здесь делаете? Заткнись. Посмотри квартиру быстро. Никого нет. Что ты здесь делаешь? Она же не говорила. Заткнись, я сказал, куратор. Куратор? Никого. Это твой комп? Да. Разблокирую. Еще чего? Вы не имеете права. Смотри, я право вспомнил. Надень на него наручение. Вит, не надо. Вези его участок. Компьютер, расхвати. Она не говорит. Один! Езжай! Витя, ты же в школе должна быть. Откуда у тебя вообще все вот это, а? Ты что, думаешь, я за тобой следил? Я за ним следил. Этот твой... Короче, этот человек преступник. Он подозревается в доведении до самоубийства. Статья 110 УК. Из-за него подростки, вот такие же, как ты, они кончали жизнь самоубийством. Они глотали таблетки, прыгали с крыши. Мы вычислили его по этому... Короче, Кира его вычислила. Он общался с ними через соцсети. Втирался в доверие. Потом просил нарисовать на руке синего кота. Полностью подавлял их волю, подчинял себе. Ну и после этого... Он говорил с тобой о синем коте? Значит, не успел. Почему ты мне не веришь? Я же не только твой отец, я еще мент. Это моя работа. Знаешь, какой ник у него был в сети? Куратор. Вспомни, как он отреагировал, когда я назвал его Куратором. А вы кто? Где Игорь? И что дальше? Ну, у тебя есть право на один звонок. Телефон там остался. Позвони с моего. Ни одного номера не помню. Ну, глянь в облаке. Контакт даже сохраняется. А зачем вам мой ноут? Не буду. Не хочешь, как хочешь. Я все равно взломаю. Так, я звоню в полицию. Не надо. Что вы, Игорь? А что с ним случилось? Игорь задержан. Подождите, задержан? Как задержан? Почему? К сожалению, больше ничего сказать я вам не могу. А вы кто? Где он сейчас? Я пришлю слесаря починить дверь. Кира? Кира. А где Шершнева? Он... Он скоро придет. Что там у тебя? А что за молодой человек сидит у нас в допросной? Это задержанный. Он ждет Шершнева. Который скоро придет. Я понял. Ну, да. Чего тебе? Есть. Есть! Есть! Вика, подожди. Вика! Я очень тебя прошу, пожалуйста, больше не уходи из дома. Шершнев. Разблокировала. Отлично. Он преступник. Кира только что взломала его компьютер. Он писал эти сообщения. Он куратор. Мне надо идти. Вернусь, договорим. Сейчас приеду. Ну, что там у тебя? У меня готовые результаты экспертизы. Следы на трубе оставлены альпинистской веревкой. Даже марку удалось определить. Ну, и чего же ты молчишь? Кира, давай, наверное, я дождусь Шершнева и мой... Да, да, который скоро придет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну? Вот, его переписка с Ваней, это переписка с Ингой, она отравилась две недели назад. Это... Вики там нет? Нет. Точно нет. В моменты, когда тебе нужна поддержка, ты обычно оказываешься никому не нужен. Это неправда. На самом деле, ты постоянно никому не нужен. Просто ты замечаешь это только тогда, когда тебе нужна поддержка. Еще хуже, чем твои статусы. Пошли. Готовы результаты экспертизы по веревке на крыше. По следам отвезу. Хорошо. Но сначала курортер. Так... Он еще пацан. Нервничает. Нервничает. Значит... Или нет? Ребенок еще совсем... Ты еще его пожалей. Когда меня отпустят? Лет через 15-20. Как? Почему? Потому что смертную казнь в нашей стране, к сожалению, отменили. А с тобой мне все более-менее понятно. Есть только несколько вопросов. Оставьте их себе. Вы вообще не имеете права меня допрашивать. Я несовершеннолетний. Грамотный. Мне плевать, совершеннолетний ты или нет. Ты убийца. Куратор. Куратор? Ты поплачь еще. Или мамочке пожалуйся. Хозяйка, принимай работу. Спасибо. Здравствуйте. Ваш сын в полиции, но его задержали незаконно. А вы простите, кто? Я Надежда. Психолог. А это... Вика. Мы пришли, чтобы вам помочь. Мы взломали твой ноутбук. Поэтому доказательства против тебя имеются. Так что заканчивай. Что заканчивай? Заканчивай прикидываться бедной овечкой. И начинай давать показания. Скольких ты погубил? Троих? Пятерых? Пятерых? Или больше? Не люблю, когда молчат. Единственное, что тебе сейчас поможет, это чистосердечное признание. Как там у тебя? На самом деле ты вообще никому не нужен. Молчишь? Ну посиди, помолчи. Спасибо вам большое, Надежда. Я просто сама не знала, что делать. Еще эта дверь. Лейка, садись. Садитесь. Скажите, а... Почему она все время молчит? Я вам потом объясню. Мы сейчас поедем к Приходько. Это очень хороший адвокат. Я ему уже позвонила. А потом в полицию к вашему сыну. Садитесь. Ага, хорошо. Ну что там у тебя? Ну и? Веревки для альпинизма бывают двух видов. Крученые и плетеные. Крученые лучше. Я лет десять занимался альпинизмом, мечтал Эверест покорить. Да поставь ты уже свою кружку. Работа сама себя не сделает. Ну и чай сам себя не попьет. Да, Кира? В общем, помимо всего прочего, для веревки важны такие факторы, как статическая прочность, пропитка, фактор рывка, коэффициент узловязания. Я тебя самого сейчас в узел завяжу. Давай быстрее. Да, так вот, о пропитке. Во время дюльфера, это такой способ спуска с отвесной стены, веревка повредила краску на перилах. Мне удалось собрать частички этой самой веревки, вернее, ее пропитки. Давай ближе к делу. Помимо стандартных химикатов, оказалось, что в нее входит соединение кевлара. Дело в том, что это достаточно дорого и не часто используется. Значит, можно найти человека, который совершил такую покупку, правильно? Займись этим. Зря ты, Кира. Зря ты тратишь на него свои. Прежде всего, хотелось бы понять, на основании чего задержан несовершеннолетний Игорь Киротков и какие ему предъявлены обвинения. Законом абсолютно запрещено допрашивать несовершеннолетних без присутствия доверенных лиц. Док, Андрей будет прекратить допрос. Пойдем. Несовершеннолетний Игорь Киротков был задержан по обвинению в доведении до самоубийства нескольких лиц и в соответствии с той несомненной опасностью, которую он представляет для общества, помещен под стражу. Все официальные обвинения, как это положено по закону, будут предъявлены в течение 48 часов. Все это время Киротков будет находиться в камере в предварительном заключении. Что касается вашего допуска к обвиняемому, мы его предоставим, когда вы предъявите все бумаги и подадите официальную просьбу. Никаких допросов задержанного без присутствия доверенных лиц несовершеннолетнего проводиться не будет. Разумеется, они и не проводились. Значит так, вы не сможете встретиться с вашим сыном. Адвокат объяснит вам процедуру. Я отвезу вас домой. И Вику. Со своей дочерью я разберусь сам. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вика. Вика, я сейчас не буду тебя ругать за то, что ты сделала. Хотя за это меня могут уволить с работы. Может быть, ты поступила правильно. Но посмотри, что пишет этот твой куратор. Раньше у тебя была куча друзей, теперь их напрочь нету. Это означает, что их и не было никогда. Или вот. Что бы ни случилось, как бы тяжело тебе не было, помни, всем на тебя пофиг. А мне не пофиг, что с тобой происходит. Мне на тебя не пофиг. Сейчас ты поедешь домой. И я очень тебя прошу, никуда не выходи из квартиры. Я постараюсь быстро здесь закончить. Приеду, и мы с тобой поговорим. Довези по-человечески. Сделаем. Капитан. Я все понимаю, но этот щенок убийца, я это докажу. Как? Это переписка с подростками с его компьютера. Он куратор. Он довел до самоубийства пятерых подростков. И это только то, что точно известно сейчас. Откуда это у тебя? Кира взломала, да? То есть, ты и ее со собой утащить хочешь? Ну, что ты молчишь? Ты что, не знаешь, как она к нам попала? Нет. Так спроси, чтобы к утру все бумаги были в порядке. Ну, Ира, отдыхайте. И ни о чем не беспокойтесь. Что же будет? Все будет хорошо. Приходь к очень хороший адвокат, поверьте. Правда? Да. Завтра мы добьемся встречи с вашим сыном. И все выясним. Но судя по тому, что мне рассказала Вика, он ни в чем не виноват. Рассказала? Но она же не говорит. Она говорит. По-своему. А еще, мне кажется, она любит вашего сына. Любит. Все, отдыхайте. А я заеду с вами завтра около девяти. Не волнуйтесь. На. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. В пальпе низкой веревки пока никаких зацепок. Спасибо. Почему ты пришла к нам работать? А почему вы спрашиваете? Нужно рассказал. Так почему? Пару лет назад мы с друзьями разработали одну программу. Ну так, чисто по приколу. И внедряли ее в аккаунты неблагополучных подростков. Эта программа находила доказательства того, что они хотят совершить что-то плохое. Ну там, побить кого-то, унизить. Или что похуже. Ну а потом мы находили их родителей. И присылали им сообщения. Со скринами переписки их детей. Так вас с друганами на руках должны носить? На государственном уровне? Почти все родители нас послали. На государственном уровне. А некоторые даже написали заявление. Так что спасибо большое нужному. Если бы не он, то... Понятно. Я только сейчас поняла, почему нас послали. Ведь родителям пришлось бы начать говорить со своими детьми. Но для начала признать, что они ничего о них не знают. И не хотят знать. Это ты про меня? Да нет, я вообще. Ну и про вас тоже. Я подумала, что ты наверняка проголодалась. Я не знала, какую пиццу ты любишь, поэтому взяла всех понемножку. А сама я люблю с анамасами и креветками. Налетай. Вкусно. Не люблю есть одна. Знаешь, я думаю, тебе не стоит завтрыхать в полицию. Мы все сделаем сами. Не будем зли твоего отца. А хочешь, может, это передать Игорю? Письмо или рисунок? Я попробую. Знаешь, правильно. Встретитесь и сама все ему расскажешь. Да, я думаю, что вы скоро встретитесь. Я его не знаю. Но я верю тебе. Что это? Интересно. Потом посмотрите. Хорошо. Ну давай ешь быстрее, а то пицца стынет. А что там с веревкой? Да пока что все глухо. Партию завезли полгода назад, раскидали по десятку магазинов. Плюс часть продавали в интернете. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Ну, а ты вбей в своем поисковике. Как найти иголку в стоге сена? Шершнев. Хорошо. Проводите его в комнату для допросов. Ерченко пришел. Сосед убитого Ковалева? Ну да, я ему вчера оставила повестку. Ну, что там у тебя? Чтобы найти иголку в стоге сена, нужно сжечь сено и поднести магнит к пеплу. Ну вот. Так что жги. Я пошел Юрченко допрашивать. Меня Игорь зовут. А тебя как? Вика, да? С тобой здорово. Даже не напрягает, что ты молчишь все время. Слова, они вообще лишние. Знаешь, я думал, что твой отец вообще теперь тебя из дома не выпустит. Я тебя не увижу. Юрченко Владимир Львович. Да. Дюльфером давно занимались. Чем? Дюльфером. А кто это? Скоростной спуск в альпинизме. Я нет. Да я вообще... А почему вы спрашиваете? Вопросы здесь задаю я. Слышали такое по телевизору? Да. Так вот, вопросы здесь задаю я. Так что насчет альпинизма? Да нет, что вы. Ну, какой из меня альпинист? Нет. А что насчет убийства Тимура Ковалева? Тоже не вы? Нет. Ну, конечно, нет. Что вы такое говорите? Я знаю, что вам наболтали про мою жену и Тимура. Ну, ничего не было. Мне моя Юлька детьми клялась. Да и зачем мне его убивать? Я бы ее убил, если бы было что-то такое между ними. А где, кстати, вы были в тот день? С восьми до одиннадцати вечера? Я... Это же в среду было? Ага. Так на футболе я был. Наше с Динамо играли. А счет какой? В два ноль выиграли. А потом в пивной с друзьями пошли победу праздновать. Они могут подтвердить. Напишите. Что? Фамилия, телефоны, друзей. Ага. А потом что? А потом идите домой. АПЛОДИСМЕНТЫ Юрченко ни при чем. Из него альпинист, как из меня. Хакер. Что у тебя? Ну, есть несколько главных покупателей этой веревки. Завтра начну проверять. Ага. Николай Петрович, я заполнила все бумаги по Короткову. Запомни. Никакой ноутбук ты не взламывала. В квартиру Короткова вошла по моему прямому приказу. Что? Что все так плохо? Бывало и хуже. КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Шершнев. Добрый вечер. Это Надежда Горская. Добрый вечер. Прежде всего, я должна извиниться перед вами. Я не хотела, чтобы... А сейчас что вы хотите? Николай Петрович, нам нужно встретиться. И желательно прямо сейчас. Дело в том, что Вика мне показала свои рисунки и... Рисунки? Хорошо. Где вы хотите встретиться? Хорошо. Сейчас приеду. Спасибо, что пришли. Вика, Вика, это она меня привела к матери Игоря и попросила о помощи. Я догадался. Вам может показаться, что ваша дочь и я настроены против вас. Но это... Ну, на самом деле, вы за. Ну, в этом мире нет ничего однозначного. Никто не может точно сказать, вот этот стакан, он наполовину пуст или наполовину полон. В моем мире все просто. Стакан наполовину пуст, если из него отпили, и наполовину полон, если его наполнили. Ваш мир очень удобен для вас. Но... Вика рассказала мне, как могла, что случилось в тот день, когда она замолчала. Мне нужно, чтобы вы тоже все рассказали. Но иначе я просто не смогу ей помочь. Я очень любил свою жену. Я ее очень любил. А она все время боялась, что я когда-нибудь не вернусь с работы. Убьют меня там или еще что-нибудь. И требовала, чтобы я уволился. Она вообще была требовательной женщиной. Требовала, чтобы я уволился. Требовала, чтобы я бросил курить. Требовала, требовала, требовала. Когда она родила Вику, я был счастлив, как мальчишка. Даже больше. Жена тогда подумала, что теперь я точно брошу работу. Я не бросил. Вот тогда начался настоящий ад. Жена орала, я орал. Теперь даже не знаю, кто больше. Вика плакала. Мне кажется, она и полюбить-то ее толком не успела. Ей некогда было, она все время орала. А потом она начала уходить из дома. Соседки иногда видели ее с какими-то мужиками и мне докладывали. Я снова орал. Орал и плакал. Глупо, да? А Вика? Ну, тут все нарисовано. А потом все закончилось. Это был Вике на день рождения. Жена сказала, что она приняла единственное верное решение. Теперь всем нам будет хорошо. Я сразу простил ее. Подумал, что вот сейчас все будет тихо, мирно, спокойно. Она предложила отпраздновать это. Вика, наше примирение. И Викин день рождения в ресторане. Втроем. Я должен был забрать Вику и привезти ее в этот, в этот чертов ресторан. Мы пришли. Жена позвонила, сказала, что задерживается. Мы ждали. Потом я начал звонить. Она не брала трубку. Я сказал Вике, что она заболела. И сделал все, чтобы она не плакала. Но мы же когда-то должны были вернуться домой. Мы вернулись. И тут я сошел с ума. Вика после этого замолчила. А я бросил курить. Судя по этим рисункам, Вика боится. Меня? Нет. Она боится, что ее бросят. Поэтому она и закрылась от всего мира. Чтобы защитить себя от страданий. Как и все мамы. Мамихлапинатанай. Это слово из языка индейского племени Яганов. Оно означает взгляд между двумя людьми, выражающий желание, чтобы другой стал инициатором того, чего хотят оба. Но никто не хочет быть первым. Шершнев. Как сбежал? Я сейчас приеду. Я должен ехать. Николай Петрович. Николай Петрович. Молчи. Говори. Виноват. Он в туалет попросился. Я пожалел. Молодой пацан к нам на второй этаж отвел, а он с окна прыгнул. Ладно, найдем, никуда не денется. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вик, я убежал, но я ни в чем не виноват. Ты мне веришь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вик, я... я знал, что могу тебе доверять, и что ты мне тоже веришь. Понимаешь, меня самого в прошлом году уговорили с окна прыгнуть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мне тогда 15 было. 31 декабря меня бросила девушка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Погулял с друзьями в Новый год. Выпил. Ну, как выпил? Попробовал я выпить, поговорить не с кем было. Мама постоянно на работе. Она и тогда на дежурстве была. Знаешь, мне казалось, что я вообще ей не нужен стал. Она даже не спрашивала, как у меня дела, как дела с музыкой. Просто поешь и уроки сделай. Все. Я и сам вообще не понимал, чего я хочу. Тоска навалилась. Я саксофон вообще забросил. Играть не мог до тошноты. В сети начал стихи какие-то писать странные. Про смерть, про еще какую-то чушь. Про то, что лучше умереть молодым, как Курт Кобейн. Ну, и, в общем, написал мне вдруг один. Поддержал. Куратор. Мне показалось, что только он меня понимает. Ну, и мы стали переписываться. Он меня убедил в том, что в этом мире все дрянь. Ну, оно может быть и дрянь, но, в общем, я вступил в их группу. Там такие же ребята, как и я были, которые в жизни разочаровались. Куратор стал мне задания писать какие-то. Нарисовать кота на руке и потом вырезать его. А потом написал, ты готов? Ну, я сказал, да. А я вообще не соображал, что я делаю. Я просто взял и выпрыгнул из окна, как дурак с четвертого этажа. Повезло. Говорят, пьяным и дуракам везет. Пол на крону дерева. А с нее уже свалился на землю. Скорую соседи вызвали. Маме тоже позвонили. Очнулся, лежу на кровати. Мама рядом сидит, плачет. И знаешь, первая мысль, какой я все-таки придурок. Со мной психичкой еще позанималась. Мозги мне вправило. Я начал писать ребятам в группе, что, мол, фигня это все, что говорит куратор. Что жизнь, она жизнь, а не смерть. Сейчас я понимаю, что куратор поставил метку в моем аккаунте. А я этого не видел. А он меня подставил. Метку снял. Мстил мне. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну вот поэтому и не рассказал. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привет. Ты чего? Все в порядке? У тебя там что, кто-то есть? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А ну стоять! Стоять! Все нормально? Стирой! С тобой потом поговорим. Сидеть, я сказал! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Черт! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вика! Вика! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Перехват ничего не дал. Пока. Сейчас просматриваем камеры наблюдения, но здесь их практически нет. За квартирой Коротковой мы установили наблюдение, но... Скажи, ты можешь отследить телефон Вики? Да, если он включен. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Выключен. Звоню каждые три минуты. Я сейчас поставлю программу, и как только телефон включится... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А это Вика? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Там и я есть. Похож? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Если внедрить специальную программу в комп, то можно легко вычислить все его пароли. И? А это значит, что можно писать с аккаунта другого человека, и хозяин даже не будет об этом знать. Ну, как в соцсетях. Поставил галочку, никто не видит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты имеешь в виду, детей к самоубийству подталкивал не Коротков? Почему тогда он сбежал? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты можешь его вычислить? Он не отвечает на мой запрос. Не знаю, почему. Я писала ему с другого аккаунта, но пока тишина. Но я оставила нот Короткова включенным. Как только куратор появится в сети, я его увижу. Ну, не его, а его компьютер. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Он в сети. Кому-то пишет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что происходит? Ты их вычислила? Мне нужно время. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто это? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я не знаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это не Вика. Скажи, что это не Вика. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Останови это. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Аккураттер защищен. Я не могу взломать защиту. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Останови это! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Есть. Я ее вычислила. Девочку. Вот адрес. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Капитан Шершнев. Вся машина на летнюю 17. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Где девочка? В гостиной. Господи, спасибо. Анатолий Степанович, беда у нас с Дашей. Не досмотрела я. Вам надо срочно приехать домой. Вся история стерта, но я могу… Шершнев. Вика у вас? Как она? Сейчас приеду. Вика у Горской, у психолога. Сама пришла. Я… Да, конечно, приезжайте. Я начну допрос. А как Вика? Жива. Проходите. Она пришла ко мне час назад. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Она что-нибудь сказала? Ну… Ей не нужно было мне ничего говорить. Она очень устала. И очень напугана. И что вам делать? Вике нужно отдохнуть. И вам похоже тоже. Чего ей не хватало? У нее было все. Абсолютно все. Гаджеты, шмотки. Я покупал ей все. Наверное, ей не хватало того, чего нельзя купить за деньги. Оставьте эти глупости. Я вчера сделал ей больно. Я сильно толкнул ее, она… Коротков сбежал из-под стражи. Пришел к ней. Я попытался его задержать, а она… Ну, в общем… А Короткова поймали? Вам нужно отдохнуть. Два часа назад произошло еще одно самоубийство. Девочка выбросилась из окна. Девочка была… Такая же, как Вика. Я не знаю, что мне делать. Я не могу, я не умею просто ждать. Из этого круга нет выхода. И это еще одна причина, чтобы из него выйти. Пусть Вика пока останется у меня. И что это решит? Ничего. Ну, вы успокоитесь. Оба. Ну, а потом мы дадем выход. Если Вика захочет уйти, пожалуйста, не отпускайте ее. Сразу позвоните мне. Ну, я не могу ей ничего запретить. Ну, я очень постараюсь. Будете? Нет. Скажите, а где ваша жена? Даша не ее дочь. Дашина мама умерла десять лет назад. И все-таки, где ваша жена? Я позвонила, и она едет сюда. Мы поженились год назад. Мне казалось, она стала хорошей матерью Даши. Что произошло вчера между вами и вашей дочерью? Капитан Шершнев. Выпьешь? И все же, что вчера между вами произошло? Ничего. Все как обычно. Как обычно? Вы каждый день бьете свою дочь? Как вы, мужчина, могли ударить свою дочь? Я не хотел. Так получилось. А ну, стоять! Стоять! Мы с тобой потом поговорим. Сидеть, я сказал! Что с вами? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто это? Это я и моя жена. Налика. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здесь заканчиваем. Выпишу повестку ему и его жене. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот твой завтрак. Между прочим, я готовлю самое вкусное какао в мире. Ты попробуй. Ну, как спалось? Приснился жених на новом месте? А у меня для тебя новость. Игоря не поймали. Правда. Мне твой отец сказал. Да, я ему позвонила. Он был здесь. Но мы договорились, что ты пока можешь пожить у меня. Согласна? Вот и отлично! Я на сегодня все свои важные дела отменила. Так что... Нафиг школу? Держи. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты что, куришь? Да нет, я... Так... Что, ты с Викой? С Викой все в порядке. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Жена Головкова. Это моя жена, бывшая. Мама Вики. Чего ты вздыхаешь? У детей бывает, мама это природой устроена. Год назад, когда она ушла от нас с Викой, я искал ее, естественно. Я же мент. Выяснил только, что в тот день она улетела в Испанию. А в Интерпол я не обращался. Я же не просто мент. Гордый мент. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну вот, нашел. Так, ну... Давай-ка займемся делом. У тебя были какие-то зацепки по альпинистской веревке. Давай отработай их. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты любишь комиксы? Ну, можешь посмотреть. И вообще, я тебе эту книжку дарю. Ты хочешь знать, одна ли я тут живу? Да. Сейчас одна. Ну, не всем так везет, как тебе с Игорем, чтобы сразу и на всю жизнь. Родители? Моих родителей давно уже нет. Нет даже фотографий. Как-то так получилось. Но у меня есть один очень старый друг. Единственный, кто остался от моего детства. Это вот тот плюшевый медведь. СМЕХ Давай знакомиться. Привет. Я Прохор. Я очень добрый, но страшный. И буду защищать вас от злых духов. Я всегда с ним спала. А мне не было страшно. Я еще раз вам повторяю. Не могу допустить вас к задержанному. Ну, почему? Это ведь мой сын. Задержанный коротко сбежал. Как сбежал? Куда? Как сбежал отец расследования, куда не знаю. Но обещаю, очень скоро мы его найдем. И, пожалуйста, объясните вашей клиентке, что если до вчерашнего вечера несовершеннолетний Коротков проходил в статусе задержанного, я подчеркиваю, с полным соблюдением закона задержанного, то после побега против него официально может быть возбуждено уголовное дело. Слушайте, я ничего не понимаю. Где мой сын? В чем его обвиняют? А, вот, капитан Шершнев, вот он вам все объяснит. Ирина Дмитриевна, нам нужна ваша помощь. Да. Произошло несколько самоубийств подростков. И мы знаем точно, что к суициду детей подталкивал человек, скрывающийся в сети под именем Куратор. Куратор? А Игорь мне рассказывал про него. Что рассказывал? Когда? Год тому назад Игорь, он пытался покончить жизнь самоубийством. Выбросился из окна. Ну, в общем, упал на дерево. Слава Богу, все обошлось. Ну, в общем, потом он мне рассказал про вот этого Куратора, что познакомился с ним в интернете. На самом деле, я во всем виновата. Вы знаете, я так уставал на работе. И практически не занималась им. Ну, так, поел, как уроки, там, и все. С ними же говорить нужно. Говорить. Особенно в этом возрасте. Простите, я не понимаю, а какое отношение имеет Игорь к этим детям? Сообщения от Куратора уходили с его компьютера. Послушайте, он не мог. Он мне даже говорил, что после школы пойдет учиться на психолога и бороться вот с такими, как этот Куратор. Вы извините меня, конечно, но мне кажется, что моего сына кто-то подставляет. Ирина Дмитриевна, я разберусь и обещаю. И мы не будем возбуждать дело против вашего сына. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте. Ищете кого-то? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Кажется, уже нашла. Здрасте. Да, Тарас Павлович, хорошо. Я буду держать вас в курсе. С этими самоубийствами надо что-то делать. Журналисты готовы нас разорвать на мелкие кусочки. Я сам себя разорву, если не найду этого Куратора. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЧТого? Приходите. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Головкова пришла. Ну, вот и свиделись. Что? А, нет, это я себе. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Классная фотография Да, это мы с Тимуром Ковалевым Жаль, его больше с нами нет А что случилось? Убили недавно А вы дружили? Ну, как сказать В горах все дружат Помните, как в песне Если шел он с тобой, как в бой Ну, это в прошлом Сейчас только это Ну, так что Попробуйте А давайте Здравствуй Я так и знала, что здесь будешь ты Поэтому пришла одна Как ты? Как видишь Как ты? Как видишь? Шершнева Анна Николаевна Головко 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 Головко, Анна Николаевна Что вы можете показать по факту самоубийства В вашей дочери Дарьи Головко? Она Даша Моя приемная дочь Ты же знаешь Вика Она... А по факту самоубийства Моей приемной дочери Я могу только одно сказать Я не знаю, почему она так поступила У девочки было все Абсолютно все И я старалась быть ей хорошей матерью Такой же хорошей, как для нашей Вики Не волнуйся Надежная Немецкая С кевларом А где оно у вас хранится? А вон там вот дверь, видишь? Там склад А у кого есть доступ? Да у всех Заплатишь за абонемент И у тебя будет Угу Дюльфер! Ага Так ты спускаешься или нет? Я... А, понятно Вообще-то я пришла сюда Чтобы найти убийцу Ковалева Ну, так ты не там ищешь Альпинисты не из тех людей, которые Помнишь, парня в горы тяни Рискни Просто он был убит Человеком, который владеет Вот этим твоим дюльфером С помощью веревки С кевларом Ты видела на руке у Дарьи рисунок Синего кота? Да Где-то неделю, может быть, две назад Я сказала, я еще смыть эту мерзость А что это за кот? Не знаю Все дети Те, которые погибли Рисовали на руке этого чертова кота Если бы я знала Она много времени проводила в интернете Как все дети? Очень много Никогда не упоминала такое имя? Куратор Нет А кто это? Тот, кто виновен в смерти, Даша Я думала, ты будешь винить меня Тебя будет винить твоя дочь Да, я виновата Я очень виноват перед ней, но Тогда мне казалось, что я делаю все правильно И что ей будет лучше с тобой, а не с чужим мужчиной Знаешь, мы все это время были за границей Вернулись только два месяца назад Человеку кажется, если он уедет куда-то, он будет счастлив А потом ты понимаешь, что куда бы ты ни поехал, ты все равно берешь с собой себя Лена, у нас вообще пять тренеров в команде Я, Степаныч, Инка, Вася, Андрей А Ковалев? А Ковалев у нас не работал Просто приходил, с подростками помогал Нравилось ему с ними возиться Это вот первенство города, первое место, между прочим Что это? Галерея смертей Виктор Ищенко бросился с моста Марина Ткачук наглоталась таблеток Это наш сегодняшний Ваня Что со мной? Голова кружится? Нет, ничего Мне нужны данные всех тренеров клуба Так вот Вот здесь фотографии, телефоны, все здесь Спасибо Так может придете еще позаниматься? Нет Высоты боюсь, как выяснилось Что это? Это значит, что можешь идти Когда можно будет забрать тело дочери для похорон, тебе позвонят Скажи Вика Простит меня когда-нибудь? Может я... Не может Знаешь, у Вики появился парень Хороший Пока не понял Красиво Красиво Это что, я? Похоже Чудо-женщина Ну ладно А папа твой, он кто? Судья Дредд Суровый А ну-ка посмотрим Судья Дредд Ультра жесткий полицейский будущего Выносит и исполняет приговор прямо на месте Похоже Вот, кстати, он Алло Здравствуйте, Надежда Ну здравствуйте Судья Дредд Дредд? Да Мы тут с Викой решили, что вы вылитый судья Дредд из комиксов Это у нас игра такая Игра Значит, все хорошо? Да Мы практически счастливы Счастливы? Конечно Ведь счастье это всего лишь отсутствие несчастья До свидания, Надежда До свидания Игорь? А Игорь у нас кто? Ммм, супермен Так значит, он всех победит? Ммм, супермен Куратор Я думаю, что кто-то из этих пяти человек куратор Смотрите Это Марина Ткачук и Виктор Ищенко Они оба покончили с собой под влиянием куратора И оба занимались на скалодроме клуба, где работают эти инструктора Кроме того, с этими подростками в этом же клубе работал Тимур Ковалев Который был убит человеком, обладающим альпинистскими навыками Мы не могли найти мотивы этого убийства А скорее всего, Ковалев тесно общаясь с подростками После их суицида заподозрил что-то неладное и начал копать под куратора И был убит Кем-то из этих людей Точнее, не людей Молодец, Кира Отличная работа Подождите Который из них куратор? Кто бы ни был из них куратором, мы не будем сейчас никого из них допрашивать, чтобы не спугнуть И что этот куратор может помешать супермену? А ты знаешь, кто он? А Игорь знает? Ну, значит, вся надежда на судью Трейда Куратор действует в интернете, Кира будет искать его следы там А я поговорю с родителями Ищенко и Ткачук Может быть, они что-нибудь вспомнят Хорошо, действуйте Кира Эти твои друзья-хакеры, ты еще поддерживаешь с ними связь? Ну, да, но в рамках закона Привлеки их В рамках закона Хорошо Мы обязаны сделать все, чтобы остановить этого куратора, но... В рамках закона Правильно, действуй Зачем вы нас вызвали? Мы же все рассказали вашим коллегам Вчера было сорок дней В нашем виде Вы думаете, его кто-то заставил? Подтолкнул? Это не вернет нам дочь Ужас ситуации состоит в том, что мы сами есть этот ужас ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! А где твоя форма, значок? Значки у копов, а у наших... Кровь, пот и слезы Точнее Ребзя, мне нужна ваша помощь На обороте фамилия и имя Мне нужно знать об этих людях все Абсолютно А особенно то, что они скрывают Все тайное становится явным Стив Джобс? Моя мама Любая мелочь может нам помочь Ваш сын упоминал когда-нибудь имя куратора? Куратора? Мы ничем не можем помочь Ни вам Ни нашему сыну Долго нас еще будете мучить? Нам и так очень тяжело А вы заставляете нас переживать все снова и снова Я думаю, надо забывать Если не помнишь, значит, этого я не была Да, люди все-таки еще те твари Моего точно посадить надо Лет на пять Или на шесть А мою, даже не знаю Хоть камнями закидывай А вот у меня прям няша Это очень подозрительно Опа, а ты чего здесь один сидишь? Я говорю, что домой не идешь Да не знаю Мне зачем идти Плохо дело Ты из-за дочери? Скажи Ну вот мы менты Я имею ввиду, мы же вроде хорошее дело делаем Ну там, конечно, не мир спасаем Но защищаем его Так ведь Прости, ты просто так сказал Вроде уже грамм семьсот накатил Без закуси Мне кажется, что дела наши человеческие там Они идут как бы без взаимозачета Ну в смысле, что если ты двух енотов убил И одного спас И такой думаешь Это я как бы уже одного енота убил То нифига Ты по-прежнему убил двух енотов И одного спас Понимаешь? Про енотов, да Про дочку нет Она меня простит Сможем мы с ней Дружить Мы же не еноты все-таки Да мы хуже енотов, Коля Есть червячок такой маленький Планария называется Его если разрезать пополам То две половинки будут жить Отрастят себе отрезанную часть И будут жить Вопрос только в том Будут ли они дружить С тобой Который Который их разрезал Вряд ли Понял А что ты понял, Коля? Что мы хуже енотов Леша? А ты не знаешь, где Шершнев? Его телефон отключен Домой поехал Ты не трогай его лучше Сегодня Окей Недавно одну штуку Жуткую про дельфинов прочитал Оказывается, вся эта их история С подбрасыванием детенышей в воздух Веселая такая Все это фигня На самом деле Это такой способ Которым взрослые особи уничтожают Неродственных им отпрысков Что ты несешь? Я имею ввиду Темная сторона Есть даже у этих светлых тварей Ладно, Леша Я Пойду А ты Не читай всякую фигню на ночь И выспись Ты выглядишь очень уставшим Кира Тебе, правда, не безразлично Как я выгляжу И как я выспался Мне действительно надо идти Пока Пока Здравствуйте Здравствуйте Проходите Что-то с Викой? Нет, с Викой все в порядке Я заехала взять ее вещи А У вас телефон отключен Располагайтесь Я сейчас соберу вещи Угу Это что получается? Она у вас надолго? Нужно набраться терпения Все будет Но не сразу Или не будет Не надо читать мои мысли Будут сниться кошмары Зачем вы укладываете ей теплое белье На улице плюс 18 Я уверяю вас Вика будет дома гораздо раньше зимы Она простит меня Но я хотел сказать Она когда-нибудь заговорит Я думаю, что заговорит Еще до прихода зимы Я сегодня виделся с мамой Вики Со своей бывшей женой И что? Я думаю, с шариками покончено Маме Хлапина Как там у твоих индейцев? Маме Хлапина Данай Маме Хлапина Маме Хлапина Маме Хлапина Доктор, скажите Я псих? Этот вопрос я каждое утро Сама себе задаю Я передам Вике, что ты скучаешь Маме Хлапина Маме Хлапина Николай Петрович, мне нужно с вами поговорить. Я знаю, кто куратор. Держись, держись, парень, держись. Капитан Шершнев, машину скорой к моему дому, быстро. Сейчас, сейчас, сейчас. Куратор, куратор не я. Я знаю, я знаю, что это не ты, знаю. Смотри, смотри на меня, глаза не закрывай. Все будет хорошо, все, держись, 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 парень. Куратор. Не закрывай глаза, не закрывай, смотри. Смотри на меня. Куратор. Куратор. Курок на лице, кровь, потом меня. Курок на лице, кровь, потом меня. И снова кровь на улицах нашего города. В результате дорожного происшествия пострадал молодой человек. Личностью старых... Так, сообщи диспетчеру, пульс не наполняется, поле травмы. Он выживет. Если вы меня отпустите, и пацану повезет, выживет. У капитана Шершнева. Капитан Шершнев. Полиция отмалчивается. Мы, как всегда, будем держать вас в курсе событий. С вами в прямом эфире был Александр Счастливый. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А что случилось? Вы в крови? Это не мое. Короткова. Короткова? Он что? Жив. Надеюсь. Несмотря на меня так, это не я его. Он сказал, что знает, кто куратор. Пришел рассказать об этом. Вылетел джип, сбил его и... Случайно? Вряд ли. Объяви в розыск черный джип В-777-1КВ-12. И позвони матери Короткова, пусть едет во вторую. Его туда отвезли. Угу. И скажи мне, почему эти журналюги всегда оказываются на месте преступления раньше тебя? Сбила машина, пробита легкая. Переломы ключицы первого-второго ребер. Ясно. Операционная, срочно? Операционная. Между прочим, я тоже знаю, кто куратор. Кажется. Ну, говори уже, пока тебе тоже машина не сбила. Ну, так что тебе кажется? Мне кажется, я вчера... Мы вчера вычислили возможного причастного к самоубийству подростков. Вы? Я с друзьями. С хаггерами? Майору нужно разрешить их привлечь. Понятно. Пошли. Дальше. По данным в интернете, сейчас о человеке можно узнать практически все. Главное, знать, как искать. Даже о вас. Хоть вы интернетом почти не пользуетесь. Но у вас есть телефон, который автоматически ищет сети Wi-Fi. При каждой удобной возможности, где бы вы ни были. У вас есть счет в банке, кредитная карта. Давай без лекций. Что дальше? Ничего. Не понял. Ну, мы стали пробивать всех инструкторов, работающих на этом скалодроме. И на каждого откопали какую-то грязь. Кто-то изменяет жене. Второй вообще спит с клиентками, чтобы потом их шантажировать. Про третью я вообще молчу. И только Василий Лепатов. Просто няша. Кто? Ну, Агнец Божий. И что? А то, что Агнцев не существует. Впрочем, как и няш тоже. Я уверена, что я даже про Вас могу что-нибудь раскопать. Но я, разумеется, этого делать не буду. Вот, спасибо. И вот что странно. На странице у этого Лепатова абсолютно нет никаких старых фоток. Ни воспоминаний, ни школьных друзей. У меня вообще нет никакой страницы. Я знаю. Но у него нет ни счетов, ни кредитов, ни штрафов. Абсолютно ничего до января позапрошлого года. Его просто нет. И что произошло в январе позапрошлого года? Именно тогда Василий Лепатов устроился работать на скалодром. И уже позже закончил курс инструкторов. Да. Поняла. Нашли машину. Ее бросили в трех кварталах отсюда. Бери Лешу, иду и туда. Алло. Я в больницу. Я очень тебя прошу, несусь я к этому Лепатова сама. Я не хочу, чтобы тебя сбила машина. Я не хочу, чтобы тебя избавляйтесь. Я не буду. Я не хочу, чтобы тебя не был в больнице. Я, я не хочу. Как он? Вы-то тут зачем? Если бы не вы, он был бы дома. Со мной. Зачем вы влезли в нашу жизнь? За что? Кто вам позволил? Игорь пришел ко мне. Он хотел мне сообщить что-то очень важное, но не успел. Видимо, за ним следили. Я ничего не мог. А у вас дочь-то? Да, дочь. По телевизору показали. Тебя и его. Крупным планом. Я не могла его держать. Машина наша, очевидно. Угу. Да. Спасибо. Владелец машины за границей. Его жена сказала, что он оставил машину на стоянке еще три дня назад. Ясно. Леш, ломай. Зачем уже ломать? Ускроем аккуратно. Вуаля! Ты можешь увезти ее отсюда? Она не уйдет. Насчет вчерашнего. Мне понравилось. Я тоже. Вы мать? Да. Значит так, он будет жить. Состояние тяжелое, но стабильное. Мы ввели его в ком. Это для того, чтобы организм мог справиться с последствием травмы. А можно его увидеть? Нет. Сейчас проводится электроэнцефалография мозга. И поэтому не ранее завтрашнего дня. Доктор. Что? Ну, он постарался. Все отпечатки стерты. Все? Опа. Почти все. Попался. Вик. Вик. Уже поздно. Может быть, поедешь домой? Ну, или к Надежде. Так. Новости не очень хорошие. Электроэнцефалография показала отсутствие мозговой активности. Что это? Возможно, он больше не сможет ходить. Не сможет говорить. Активность мозга отсутствует. Вместе с тем, сохраняется адекватная мозговая перфузия. Есть надежда, что все восстановится. Ну, что? Ой, чаек. А совпадений нет. Кира, гаси свет. Утро уже. Николай Петрович. Бессонница? Угу. Хроническая. Что у вас? А у нас? Ничего. Мы нашли в машине отпечатки пальцев, пригодные для идентификации. Но в базе нет никаких совпадений. Ясно. А домашний адрес Липатова есть? Да. Поехали. Пока. Что врачи говорят про Короткова? Состояние тяжелое, но стабильное. Вы не виноваты. Он может на всю жизнь остаться овощем. Вика тоже там была вчера. Видела репортаж по телевизору и приехала туда. Как она? Молчит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот четырнадцатый дом. Там дальше вообще ничего нет. Реальность всегда подводит. Во сколько открывается скалодром? В девять. Через двадцать минут. Поехали. Все-таки решили прийти позаниматься? Нет, пока. Нам нужен Василий Липатов. Вася? Да был где-то здесь. Пришел недавно. Я на второй этаж. Хорошо. Василий Липатов? Да. Помощник следователя Киры Тихоплав. Мне нужно с вами поговорить. Конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты жать можешь? Очень жаль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите. Интересно. Ну и в чем меня обвиняют? Для начала я хочу знать, кого именно я обвиняю. Фамилия, имя, отчество. Липатов Василий Григорьевич. А настоящий? В смысле? Настоящий Липатов Василий Григорьевич заявил о потере паспорта два года назад. Так как вас зовут? Куратор. Для простоты я буду называть вас куратор. Так вот, куратор, что вы делали 12-го числа с 20 до 23.00? Это время, когда был убит Тимур Ковалев. Ты уверен? Ну, ты же видишь. А как вы объясните то, что в машине, которая сбила Игоря Короткова, обнаружены ваши отпечатки пальцев? Не молчи, говори. Нашло что-нибудь в его вещах? Нет, ничего. А в телефоне? А у него не было телефона. Ни при нем, ни в шкафчике. Не было? Он его скинул. Поехали. Вика? Я только что говорила с мамой Игоря. Пока все без изменений. А что это у тебя? Ну, можно посмотреть. Симпатично. А зачем ты это сделала? Ну, ладно. Пойдем обедать. Ну, вот. Взломать сможешь? Ну, пальчики его у нас есть. С остальным я справлюсь. Правда, мне понадобится помощь ребят. Пусть приезжают. Пусть приезжают. Пусть приезжают. Они не поедут в мин... к нам. Ладно. Езжай к ним. Давай-давай. Следственные органы никак не комментируют дорожный инцидент, произошедший вчера на улицах нашего города. Пострадавший 17-летний Горьк Коротков введен в комнату. Его состояние тяжелое. Что такое зло? Зло, оно внутри человека. Если бы не было людей, не было бы зла. Вот одни люди причинают боль и страдания другим. Иногда даже самым близким. А те эту боль чувствуют. А потом от обиды или от злости делают больно кому-то еще. Вот такой круговорот человеческого зла. Ну, так всегда было. И, наверное, всегда будет. Любовь. Все в этом мире есть любовь. Ну, или ее отсутствие. Но ты не пугайся. Ты всегда можешь постараться не допускать в себя зло. И, наоборот, наполнять свою жизнь. Любой. Хотя по собственному опыту могу сказать, что это очень непросто. Любила ли я? Ну, это долгая история. Я тебе расскажу ее, но в другой раз. Потому что сейчас чудо-женщина должна бежать и делать свои чудесные дела. А ты покушай, пожалуйста. Ну, ладно. Скажи, куратор, а что это означает, этот твой синий код? Нравится? Виктор Ищенко, Марина Анкачук, Ваня Лозинский. Этих всех детей убил ты. Ты, конечно, сейчас скажешь, что они это сделали сами. Ты просто рассказал им о том, что мир жестоко несправедлив. Вот только статью уголовного кодекса за это никто не отменял. И ты получишь по полной. А вот Ковалева ты убил по-настоящему. Думаю, он догадался, кто стоит за самоубийством детей, которые занимаются у вас в клубе. Ну, ты следил за ним с крыши. Когда заметил, спустился, как у вас это называется, дюльфер, как в комиксах. Убил и снова на крыше, не оставляя следов. Только вот зря ты воспользовался веревкой, которую ты взял в клубе. Не подумал. Или поторопился. Кстати, Коротков выжил. Хотя ты очень старался. Опять прокол. В угнанной машине нашли отпечатки твоих пальцев. А еще мы нашли твой телефон. И будь уверен, мы его взломаем. Ес. У-у-у. Примечу два уровня. Да. Телефоны сейчас интимнее, чем секс. Мы займемся с ним грубым сексом. Но сначала прелюдия. Как у тебя с твоим этим Шершневым? Все сложно. Ну, видимо, не любовь. Но в мире же нет ничего проще любви. Может быть. Есть! А что он тогда так старательно скрывал? Смотри. Это зеркало. Не может быть. Не может быть. Ты знаешь, Куратор, мне одна женщина и психолог сказала, тебе нужно пытаться исправить прошлое. Нужно приложить все усилия, чтобы не испортить будущее. Ты бы подумал над этим? Да. Как отправил сообщение? Он уже с утра здесь. А значит, мы ошиблись. Липатов точно не Куратор. А кто он? Я не знаю, кто он. Может быть, он убийца. Но он точно не Куратор. Видимо, он руки-ноги всего этого. А Куратор – мозг. А с кем переписывался Куратор? На аватарке какая-то девчонка из комиксов. Мы сейчас попробуем взломать ее аккаунт. Они договорились встретиться в торговом центре через десять минут. Высылай адрес и взломай этот аккаунт. Он сказал ей, чтобы она зашла в торговый центр. Они встречаются на паркинге. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Куда дальше? Я не знаю. Больше нет сообщений. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мы взломали аккаунт. Это Вика Вика! Вика! Отключай телефон Мы его упустили и девочку тоже Я не убью тебя. Сейчас не убью. Но если с моей дочерью что-нибудь случится, я вернусь сюда и перегрызу тебе глотку. И никто меня не остановит Проверили. Дом, офис от психолога, а Вики нигде нет. А Надя? Надежда Игоревна? Я тоже нет. Телефон отключен. Но у нас есть записи всех камер наблюдения в торговом центре и в паркинге Мой друг хакер. Он здесь и он готов Готов помочь ментам? Я сказала, что это нужно не только полиции, но и лично мне На эскалаторе камер нет. Только на паркинге. На эскалаторе камер нет. Только на паркинге. Мы пробиваем номера всех этих машин и ищем владельцев. Возьмите, я вставила вашу симку в свой телефон Кирилл Да, кстати, на телефоне у Липатова абсолютно ничего Но вместо обоев он использовал одну фотографию. Покажи Это не стандартные фоны для обоев Скорее всего, это что-то важное лично для него Качество очень плохое, но я пытаюсь вытащить все возможное Мы сейчас пробиваем фото по всем базам, чтобы определить место И главное, мы восстановили переписку Вики с куратором Вика сама настаивала на встрече с ним Я уверен, что твоя дочь даже не думала о самоубийстве Да, она искала куратора, но она хотела помочь нам, нам всем ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Шершнев Меня зовут куратор Слушай, ты успокойся Ничего страшного не произошло Пока не произошло Где Вика? Она у меня Жива Пока Жива Надежда тоже у меня А теперь слушай внимательно Ты в полиции? Да. Уходи оттуда. Немедленно. Иди в сторону центра. Никому ничего не говори. Иначе твоя дочь умрет. Николай Петрович. Капитан, вы все слышали. Ничего не предпринимайте. У него моя дочь. СНЕПОКОНИЧЕСКАЯ ДВЕРИ Да. Ты один? Да. Через 10 минут ты должен быть на дамовой. Если ты не придешь — Вика умрет. Если ты придешь не один — Вика умрет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушай, это аккуратно. А если с Викой что-нибудь? С ней ничего не случится, если ты все сделаешь. Правильно. Что я должен сделать? Поднимайся. Следуй указаниям. Каким еще указаниям? Ты увидишь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 чтобы обмануть злого Джокера. Ну, ну, не печалься, малыш. С этими планами всегда так, они прекрасны, пока не начинаешь их реализовывать. Чего ты хочешь? Вот, наконец-то, деловой разговор. У тебя есть кое-что, что мне очень дорого. Отпусти Лепатова. И я отдам тебе дочь. Живой. Помнишь, ты меня спросила, что такое любовь? А я сказала тебе правду. Маленькая, глупая, немая девочка. Все в этом мире есть любовь. Или ее отсутствие. А вот он, он, он тебя не любит. Ему работа дороже. И поэтому ты умрешь. Вернее, покончишь же и самоубийством, так и все другие. Как ты там писала куратору? Я не могу больше жить? Мне больно? Я не могу справиться с этим кошмаром. Помогите мне. Я тебе помогу. Убей меня! Отпусти Вику. Убей меня. СМЕХ Ты слышала? А это мысль. Я отпущу Вику живой, если ты и сам спрыгнешь. Готов? Да. Да. Вот теперь мы посмотрим. Вот теперь мы и посмотрим. Дима. Видишь, чтобы понять, что такое любовь, придется умереть. А чтобы понять, что такое смерть, нужно полюбить. Я это все уже прошла. Теперь ваша очередь. Ну! Ну! Папа, не надо! Папа, не надо! Папа, не надо! Папа, не надо! Итак, гражданин Федор Николаевич Севастьянов. Мне известно ваше настоящее имя, как и имя вашего брата. Оказывается, ты не так уж и глуп, судья Дредд. Нам удалось определить, что на фотографии на вашем телефоне вы со своей сестрой Ириной. Так же мы определили место, где была сделана эта фотография пятнадцать лет назад. Дальше просто. Мы подняли все дела и выяснили, что в это время в горах трагически погиб ваш отец. Трагически? Да ни хрена вы не поняли. Ну, так расскажите. Наш отец был жестким. Даже жестоким человеком. Он был тиран и садист. Все началось с котенка. С котенком? У меня был котенок. Сеня. Федор был совсем маленький, только научился говорить. И вместо Сеня называл его Синий. Так вот, откуда взялся Синий кот. Отец выкинул этого котенка на мороз. Отец сказал, что кто-нибудь сделает это и с нами, если мы не будем готовы сами вышвырнуть трехмесячного котенка на смерть. Отец считал, что так у нас готовил к превратностям жизни. Только методология была у него своеобразной. И я не буду вам рассказывать в подробностях, как издевался над нами наш папочка. Как он довел до могилы нашу маму. Только мы с Федором с детства поняли, что такое ад. А когда мой маленький братишка не справлялся и начинал плакать, папа брал его руками за ноги и бил головой о пол. Вот тогда у Феди начались проблемы с психикой. У отца были суровые методы воспитания. Он учил нас лазить по горам, но мы перетерли его страховочную веревку. Мы вышвырнули его на мороз. Никто даже не стал подозревать двух подростков в убийстве отца. У брата случился нервный срыв. Его отправили в психиатрическую больницу. Оттуда в интернат. Я осталась совсем одна. Поступила в институт. Выучилась на психолога. Обзавелась глинтурой. Мы с сестрой встретились только через 10 лет. Она мне очень помогла. Я смогла вылечить брата. Только он до сих пор еще иногда заикается. И никому, кроме меня, не верит. Вы убийцы. Оба. Чтобы понять, что такое смерть, нужно полюбить. Я люблю своего брата. Мы с сестрой готовы на все родить друг друга. Как говорил наш отец, чтобы познать любовь, придется умереть. Вы больны. Ты спошедший. Ты и твой брат. Как дипломированный психиатр, заверяю тебе, что нет. А дети? А дети? Дети, зачем вы делали это? Да мы их спасали. Спасали? От боли. От страданий. От зла. Ведь зло существует только вместе с человеком. Если бы не было людей, не было бы и зла. Неужели вы этого не понимаете? Привет. 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 Ты что такая хитрая? Смотри. Что это? Игорь заговорил. Кто это? Что кто это? Кира? Может быть и Кира. Пап. Что пап? Учти, она мне нравится. Это что сейчас было? Это было папа, ничего не испорть? Именно. Папа, ничего не испорть. Папа, ничего не испортить. Да. Через 20 минут ты должен выйти на крыше. Надеюсь, ты помнишь это место? Приходи один, тогда никто не пострадает. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА 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 Сюрприз! С днем рождения! С днем рождения! Ты опять забыл? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Загадывай желание! Я больше никогда не желаю играть в такие игры! СМЕХ Это все ты придумала? Да, извини, пожалуйста. Я думала, будет весело. Тем более, это единственный способ вытащить тебя с работы. СМЕХ Пошли праздновать? А ты больше не боишься шариков? СМЕХ Я уже ничего не боюсь. СМЕХ А вам не рано выпивать? Это детское шампанское. СМЕХ Ага, понятно. СМЕХ Ну что, отпускаем? Да. Раз, два, три! У-ху-ху! СМЕХ